В эфире Дороги к Свободе. Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Эту программу Свободы вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наследие советского КГБ до сих пор остается не только предметом интереса профессиональных историков, но и политическим фактором, который определяет развитие бывших советских республик. И с годами все больше внимания к этому наследию, тем более, что открываются архивы, исследователи имеют возможность поглубже в них покопаться, а политики сделать свои выводы о том, с кем рядом они работают или работали недавно. Мы беседуем сегодня в нашей студии с членом правительственной комиссии по научному изучению КГБ Латвийской ССР, бывшим депутатом парламента Латвийской Республики Ленина Мутиньшем. Здравствуйте, господин Мутиньш, который прибыл в Киев как раз для того, чтобы ознакомиться с архивами КГБ Украинской ССР. И в нашей студии гость из Киева, историк, профессор Юрий Шаповал. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Много лет посвятил как раз изучению истории украинского КГБ. Но перед тем, как начать нашу беседу, давайте посмотрим, как открывались украинские архивы. Архивы КГБ впервые были открыты в Украине после Оранжевой революции. Это решение в то время было не законодательным, а политическим. С 2007 по 2010 доступными стали десятки тысяч документов, рассказывающих в частности о Голодоморе в Украине и операциях советских спецслужб, призванных скомпрометировать украинское национальное движение. Осенью 2008 года начал работу открытый электронный архив Службы безопасности Украины. И руководители СБУ публично пообещали рассекретить все имеющиеся в наличии материалы советских карательных органов. Как заявлял тогда директор государственного архива СБУ Владимир Ветрович, Украина становится меккой для исследователей из республик бывшего Советского Союза, приезжающих к нам из-за того, что российские архивы либо закрыты, либо менее доступны. Однако все документы советской эпохи вновь оказались закрытыми после смены власти в Украине. Когда президентское кресло в 2010-м занял Виктор Янукович. И произошло это, как признают бывшие соратники экс-президента, не без давления Кремля. Но революция достоинства и бегство Януковича в Россию отменили запрет на обнародование документов кровавого тоталитарного советского режима, загубившего жизни миллионов людей. В мае 2015-го вступил в силу закон Украины о доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991-го годов. Закон разрешил свободный доступ к 800 тысячам дел не только КГБ, но и всех его предшественников, начиная с ЧК чрезвычайной комиссии и передачу их от силовых органов к отраслевому государственному архиву Украинского института национальной памяти. Ну вот, собственно, это, так сказать, то, что дает вам возможность сейчас заниматься этими исследованиями. Я хотел бы вас, господин Мутин, спросить о том, насколько вообще продвинулись латвийские исследователи с точки зрения вообще своего интереса к прошлому КГБ и как это вообще влияет на современную жизнь страны, если влияет. Да, конечно, но это создает много вопросов, на которые не всегда легко ответить. Мы являлись, так сказать, единственной из балтийских стран, которым удалось захватить у КГБ картотеку агентуры полностью. Литва, Эстония, к сожалению, это удалось им увезти. Но, как сказать, если начинаем глубже вот эту неделю уже заглядывать в архив КГБ Украины, то мы начинаем здесь находить такие золотые следки, и мы понимаем, что много и своевременно, так сказать, вывезли из оккупированной Латвии уже люди, которые, ну, очевидно, прогнозировали, что ничего хорошего тут им жизнь не сулит. Мы тут нашли разные такие, ну, учебные пособия и так далее, которые написаны, ну, так сказать, на основании латвийских дел, которые проводились в 50-х, 60-х годах, и, к сожалению, у нас их нет, значит, своевременно убрали. Вы знаете, Юрий, что как раз господин Мурчин в 1991 году как раз перенимал все вот эти помещения КГБ Латвийской ССР, а у нас никто в 1991 году ничего, извините, не перенимал. Вы помните, как это? В Украине это было гораздо труднее, чем в Латвии, я бы сказал, так даже судорожно все это происходило. Вы знаете, сейчас я вспоминаю те годы, и архив находился на улице Владимирской, 33, вот в этом основном здании. Это сейчас трудно себе представить, но вот начиналось, так сказать, с этого. Потом переезжал он несколько раз, пока вот это здание, где вы были на Золотоворотской улице 7, вот действительно хорошее здание для архива, оно было все для архива, там только часть сейчас. Так что это такой был процесс довольно сложный, ну и надо помнить, что здесь дважды уничтожались документы в конце 80-х годов, и потом в начале 90-х это рассказывали сами работники, так что и много было вывезено в Москву, вот когда была эта центральная директива, определенный там перечень документов. Но тем не менее, вы абсолютно правы, я всегда остаюсь оптимистом, архив это бездонная бочка, всегда что-то найдешь, всегда что-то там, какие-то золотые слитки, обязательно обнаружишь. А вот что удалось украинскими слитками обнаружить, если вы говорите, за эти вот такого сенсационного? Ну вот, например, смотрите, вот я, то, что мне приходит в голову, с чем я работал. Я очень хорошо помню, когда заместитель председателя службы безопасности Украины, Владимир Ильич Пристайко, покойный, сказал мне, там вот есть какие-то мешки, ты хочешь посмотреть, что это такое? Я подошел к этим мешкам, а, они предназначены к уничтожению. Я подошел, посмотрел, это, казалось, дело формуляр Михаила Грушевского. То есть, вот эти 10 лет Грушевского с 1924 по 1934 год по его смерти, слежка за ним, весь комплект документов, вот это все оказалось. Потом, когда мы писали книжку о чекистах, за которую меня в России объявили экстремистом и моих соавторов, вот мы нашли очень интересные документы, касавшиеся людей, возглавлявших службу безопасности. Это Всеволод Баалицкий, это Израиль Леплевский, это Карл Карлсон, и вот сделали на основании Александра Успенской, мы сделали книжку и опубликовали очень много важных документов. Что сохранилось, что было для меня важно? Различного рода инструкции и директивы. Очень много вот этих внутренних документов, и слава богу, что они остались. Я хорошо помню всякие казусы с документами. Когда мы делали в 2009 году книжку о большом терроре, в 2009, заметьте, тогдашний директор архива мне сказал, что вы, что вы, приказы Ежова нельзя использовать. Я говорю, как нельзя использовать? А на них стоит гриф секретный. Я говорю, так рассекретьте. Да, но мы это нужно комиссию собрать, это очень сложно. Рассекретили. То есть вот эти приказы, которые сейчас там в Москве за семью печатями, понимаете, они здесь вот эти, так сказать, рассылаемые дубликаты, ими можно пользоваться. Плюс учебники, конечно, очень много осталось разного рода литературы, которую тоже не выдавали раньше. Я, например, не мог, вот, например, элементарная, там, история КГБ, написанная для учащихся вот этой высшей школы московской. Ну, сейчас она в интернете. Да, она в интернете. А тогда это было за семью печатями, ну, слава богу, вот, все постепенно открылось. А вот в Латвии были ситуации для вас, когда вы встречались с какими-то документами, может быть, более новой историей уже, которые для вас были какими-то открытиями? Ну, во-первых, я хочу продолжить миссию для профессора, что у нас сейчас возникают проблемы. Почему? Ну, так сказать, спецслужбы крепчают, немножко хотят пользоваться властью, а информация – это власть. И, ну, тут у нас есть некоторые проблемы. Но сначала, конечно, когда мы отняли у КГБ вот эту картотеку, она больше использовалась спецслужбами. И это понятно, так сказать, все произошло в текущем времени. Но сейчас уже пошло 20 лет, и мы говорим, ну, давайте, все. И общественное мнение поменялось. Хотя есть так же, как у вас. Одни говорят, там будут стреляться, вешаться и так далее. Я тоже какое-то время придерживался, что не надо вот картотеку открывать. Ну, там есть разные такие материалы. Есть общий архив, есть электронная база данных, что мы тоже хотим. Ну, надо их сдавать в простой архив. Но у нас есть одна существенная разница. У нас, наше государство, ничего не секретит. И не секретило. То есть у нас нету никаких секретных документов в КГБ. Ну, мы считаем, что мы не наследники СССР. И поэтому у нас нет таких секретных документов. Но мы тут, конечно, прикрываемся иногда. Ну, то же самое у вас дискуссия была о том, что личные данные, они могут повредить. Как-то их такое общее право человека требует защищать. Но всегда надо понимать, когда свечиваешь общественное мнение и пользы для общества, и какой-то отдельный интерес отдельного человека, то общественное мнение, общественная польза всегда превышает это. А что же мы тогда будем только уголовные дела рассказывать про тех, которые уже страдали и веселались, и сидели в лагерях и так далее, и еще о них рассказывать. Конечно, мы о них рассказываем. Но почему же о преступниках? У нас было 24 августа 1991 года. Приняли закон о том, что КГБ преступная организация. Но из этого надо исходить. В России была совершенно сенсационная история, когда один молодой человек просто по открытым источникам, вы знаете, да, вычислил убийц своего деда. И по большому счету это воспринято было общественным мнением с большим интересом. В стране президентов, которые являются выходец из КГБ. А в Украине, в общем-то, все эти архивы доступны. Люди могли бы поинтересоваться, кто, собственно, реально репрессировал их родственников. Безусловно, это можно сделать. Вы знаете, сохранились у нас ведь документы. Тогда была своеобразная ротация. Вы знаете, что те, кто совершал преступление, их потом самих уничтожили. Это было на переходе от 1938 года к 1939. Но многие выжили. И я читал, и вот в период десталинизации, начало 60-х, середина даже, допрашивали многих. Они жили вот здесь, вот не так далеко, в центре эти люди жили. И они рассказывали, почему они это делали. Конечно, вы понимаете основной аргумент. Нам приказали. Нам приказали, мы выполняли приказ. Ну, понятно, что выполнял каждый по-своему и по-разному. Ну, да, но у нас, так сказать, дело генерала Новика, она завершилась с приговором о пожизненном заключении. То есть мы можем сказать, что мы, так сказать, одни из немногих, которым удалось и первого секретаря Компартии посадить в тюрьму. И, так сказать, этого генерала КГБ. Но это только потому, что он был к этому времени жив. Другие померли. Но было и еще несколько дел. Но, конечно, Россия очень активно защищает этих людей, объявляет их своими гражданами, потом этим прикрывается и так далее. Понимаете, вот эта разница. Вот вы коснулись абсолютно правильно вот этой разницы. У нас вот этой межи, вот этого рубежа, когда сказали, что КГБ это преступная организация, у нас этого не было в Украине. Там была такая ситуация в 91-м, я хорошо помню, 92-м году. Сотрудникам просто КГБ бывшего сказали, вы приносите присягу и служите независимой Украине. Или же вы уходите. И часть людей ушла, а часть людей осталась. И мы, к сожалению, потом видели, что далеко не все служили независимой Украине. Плюс, конечно, российский фактор. Виталий хорошо это знает. Сколько людей, которые там работали, были допущены к секретам. Потом с этими списками агентуры уезжали в Москву. Да, уезжали в Москву, совершенно верно. Ну, это уже отработанный материал. Я должен сказать, что очень важно вообще понять, до какой степени, в принципе, вот есть документация в самом КГБ СР в Москве, которая потом может использоваться против украинских или против латвийских элит, либо еще против постсоветских элит. Ведь люди же, которые сотрудничали с КГБ в 70-е, 80-е годы, они находятся еще вполне в продуктивном возрасте. Но они шли и наверх тогда, их снимали с учета, не полагалось. У нас тоже есть масса таких примеров. И есть очень известные люди. Один даже стал заместителем председателя Совета Министров Украины, а формально был завербован, и только тогда его, так сказать, освободили от этого времени. Вот хотя он был плохим информатором, он был поэтом, и, так сказать, для него это было там где-то на 10-м плане. Но примерно схема такая же. Но молодежь забивает. Они думают, что вербовали каких-то коммунистов и таких очень людей, которые работали на советский власть. Нет, они же искали агентуру среди как раз данных, среди националистов, среди независимости, которые требовали. Даже среди представителей Украинского освободительного движения было много людей, и многие дела были просто уничтожены. Но как же им удалось победить? Это же была война. И есть у нас данные, что боевики, поработавшие на Западной Украине, присылались в Латвию. И там есть такие факты, вот тоже интересно было бы изучить. И он там обучал этим приемам, и создавались эти фальшивые партизанские отряды. С одной стороны, это ловили партизан настоящих, с другой стороны, агентуру Англии, США и Швеции. То есть это вот те же люди, которые фактически этим занимались, как подставные фигуры в Украине? Ну да, агент-боевик, это уже что-то выше, не просто агент. А в каком вообще, вот к вашему ключе сегодня, Латвийское общественное мнение может воспринять вашу деятельность? Она воспринимается как архивная или как политическая? Ну сейчас уже как-то успокоились. Я думаю, что в общее общественное мнение и опросы говорят, что надо все опубликовать. И так сказать, ваши люди, которые приезжали из Института национальной памяти у нас выступали, тут ясно сказали, ну и мы на вас смотрим в этом плане сегодня и говорим нашим тоже. Ну все, пора все открывать, все, можно приходить с фотоаппаратом, ничего не надо платить. Фотографируй, что ты хочешь, ничего, не надо тебе объяснять, ни тема, ни твой родственник, ни клик, что все доступно. Я помню, что в программе «Дороги к свободе» мы сегодня беседуем с членом правительственной комиссии по научным изучению КГБ Латвийской СР Леонидом Мутинчем и украинским историком профессором Юрием Шаповаловым о том, как сегодня подходит к изучению архива КГБ СР на постсоветском пространстве. Эту программу ведет Виталий Портников, вы можете слушать ее в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Большая проблема для Украины, когда оказывается, что как раз патриотическое движение, которое потом стало, как я сказал, кругом для подражания молодых людей, оно было инфильтровано агентами. Оно было инфильтровано. И эти агенты никуда не делись. Они никуда не делись. Но не в ЦК же компартии будут агентуру фильтровать. Но дело в том, что у нас был такой одиозный пример. Это был последний командующий УПА Василий Степанович Кук, который был как раз задействован во всех этих... Об этом не так часто говорят, но это была интересная история. Ну и остальные люди, которых даже забрасывали из-за границы, такой как Мирон Матвеейко, например, который сюда был заброшен, знали прекрасно, как он летит, где он летит, его благополучно поймали, заставили работать. Он даже написал брошюру против украинских националов, против своих коллег, собственно. То есть вот такие случаи, это интересные вещи, которые, в общем, как бы требуют еще серьезного внимания. О чем у нас, я не знаю, как у вас... За каждым человеком стоит трагедия. Не было развлечений или боевики. Ну, конечно, конечно. Такое, что-то то, что мы о Александре Македонском пишем, очень так отличенное. И так далее. Это же реальные люди. Ну, вот тут есть очень большой вопрос. Нравственная атмосфера в обществе, которая была буквально пронизана этой агентурной работой. Как общество выздоравливает после него? Ну, во-первых, значит, 20, уже 30 скоро лет, значит, уходят люди. Они понимают. Тоже мне спрашивали и общие данные. У нас же были судебные процессы. И, к сожалению, судебные процессы как-то таким агентам нахальным удавалось выигрывать. Конечно, работник КГБ особенно не свидетельствовал против него. Но было решение такое демократичное принятое, что надо все это через суд, если ты хочешь доказывать, что ты не агент. И, к сожалению, так сказать, ну, эта идея лопнула. Где-то 80-90 процентов, значит, прокуратуре не удалось доказать. Ну, конечно, может, это было военным трибуналом, надо решать, потому что гражданские суды, они не понимают всей этой опасности и так далее. Но, с другой стороны, я думаю, что очень большое было такое движение, которое воздерживало людей. Ты знаешь, идешь на выборы, да, сначала нельзя было, а потом можно было, но по твоей фамилии пишут, состоял на учете в КГБ СССР как агент. Ну, демократия, хочешь, выбирай за него, голосуй за него, хоть. А таких людей сгорали вообще? Были примеры? Ну, есть такие, они же тоже отбирались там по определенным психологическим способностям, ну, типа провокатор или такой, который засылается, или уже находится в национальном движении, чтобы его разрушать. Там же надо такого сдвинутого вырвовать и туда запускать, или он уже находится там, его раскручивать, чтобы он там все время проблемы создавал для национальных движений. Ну, вообще-то это элемент люстрации, вот когда люди, которые идут в большую политику, предположим, на государственную работу, они пишут, значит, должны писать специальное заявление, что я там в службе, не находился, не был. Вот, у нас, я не знаю, таких принципов. Или был, как это в Польше, да? Или был, да, абсолютно. Признайте, что вы были и дальше там живите. Вот этот польский опыт, кстати, еще... Ну, да, мы отказались от этого, потому что, а почему тогда его обжаловать? Он напишел, сдал там тайну, что он был. Да, он честно сказал бы. А он не открыто это делал, потому что потом мы передумали, нет, такая дорога нам не годится. Идет запрет, поскольку не только агенты КГБ и работники КГБ, есть еще у нас там члены компартии после августа 91-го, у нас там еще разные комитеты рабочие и так далее создавались против независимости. Все это там, длинный ряд таких людей, они в определенных местах не допускаются. Я думаю, что, вот видите, у нас тут разные опыты все-таки у нас, у нас свой в Украине более такой, значит, мягкий вариант, я не знаю, как это там, как еще, какие формулы найти. Но мы думаем, что у нас мягкий вариант. У нас сейчас такой жесткий вариант. Есть разные уровни мягкости. Ну да. Но разный порядок. Да. Мы как-то тогда пожестче начали, так немножко кажется, что сейчас мягче. Вы так мало начали, мягко все, и жизнь вас заставила другими руками сформулировать политическую нацию. Понимаете, как вот это дистанцирование от этого прошлого, от этой спецслужбы, для меня тут наиболее такой яркий пример Польши, потому что они тихо, без публичной часто огласки, они просто забирают пенсию у бывших работников, у функционеров службы безопасности. И они это делают системно. Я в институте памяти интересовался, я говорю, а зачем вы это делаете? Принято решение, они получают огромные пенсии. На каком основании они служили другому строю, так сказать? А у нас тут, видите, у нас этого нет в Украине. Это не регламентировано никоим образом на этом этапе. И это тоже элемент как бы отхода от того прошлого, от наследия, от традиции и так далее, от той спецслужбы, скажем так. Ну потому что в Польше, впрочем, как и в Латвии, воспринимает государство коммунистических времен как захваченное государство. Да, да. Это не продолжение государственной традиции. А здесь Украина медленно к этому приходит, но достаточно медленно. Достаточно медленно. Мы же восстановили свою конституцию 1922 года, это очень важно. Что есть континуватет. В Украине до сих пор очень трудно объяснить кому-то, что украинская ССР это не было продолжение. Украинской народной республики 18-20-го года было подминивальное государство. У нас там три, по-моему, были. Слушай, кто? Нет, большевики ведь создали государство в Харькове. А, ну да. Которое, по сути, было... У нас там тоже в 17-м году. Да, оно у вас погибло. А здесь оно победило, это разные вещи. Да, да, альтернативное правительство. Альтернативное правительство с соответствующими... Ну, наше правительство было на корабле. В Липайском порту только на корабле. А там были немцы, дальше коммунисты. И территория была только на корабле. Это правда. Но опять-таки вспомните, что правительство ваше переехало в Ригу. А правительство Украинской Народной Республики потеряло Киев, в конце концов. Да, да. И вот сюда приехало это правительство из Харькова Украинской ССР. Оно себя, кстати, тоже называло правительством Украинской Народной Республики. Ну, ясно, что империя не могла... И очень хочется доказать, что не хочется существовать без Украины. Вы знаете, тогда, в 2020 году сюда, в Украину, приехал Дзержинский. Это был очень интересный визит. Потому что он приехал навести порядок в спецслужбе. Сюда, к ЧК тогдашний, примазались ужасные люди, бандиты, деклассированные... А потом чудесные люди здесь были. Не-не-не-не, я даже не об этом... Ну, там же Содропс, по-моему, Мартей, Шлацис, Белом. Начинал, да, да, абсолютно. Но он писал письмо Ленину, и что мне понравилось. Понятно, что он там чистили эту ЧК и еще, но он пишет, местные коммунисты, они все какие-то недоумки о коммунистах. А почти вся украинская интеллигенция — это петлюровцы. Ну вот интересный отстат, на который я закончу нашу сегодняшнюю беседу. Поблагодарю наших гостей. Напомню, что сегодня в программе у нас участвовали члены правительственной комиссии по научному изучению КГБ Латвийской ССР, бывший депутат парламента Латвийской республики Ленард Мутинч. Спасибо, господин Мутинч. И историк, профессор Юрий Шаповал. Спасибо, господин Шаповал, что были с нами в этой беседе, которую провел Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Эту программу «Свобода» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего доброго, господа. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова